Судя по состоянию дел, китайской армии не хватает много где в России. Мы ждали-ждали украинское наступление, а тут оно вдруг началось. Ой, а что случилось? Давайте разбираться. Почему нужно было молчать о контрнаступлении и что вообще происходит? Эволюция от Киев за три дня до они только Шебекина захватили. Это похоже на наступление не будет, они ни на что не способны. И теперь вооруженные силы Украины деоккупируют как минимум четыре населенных пункта, но не на запорожском направлении, как все ожидали, а на Донецком. Деноцификация, демилитаризация, нейтралитет Украин и защита жителей Донецкой, Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Украинское наступление приходит к россиянам как старость. О нем знаешь, но никогда не ждешь. Наступает неожиданно и так, я же много еще чего не сделал. Я же никого не пугаю. Хотя становится страшно. Ну становится, ну а что делать? То есть, получается, Россия ждет ВСУ на юге и такая, давайте выберем самое тупое место, в котором можно атаковать. Самое глупое. Форсировать Днепр. ВСУ будет переплывать Днепр. Россияне взрывают дамбу Каховской ГЭС. Ну, чтобы фашизм не прошел. А ВСУ каким-то образом оказывается недалеко от Токмака. Совсем в другом месте. Это не означает, что они освободили Токмак, но пленных каким-то образом берут именно там. Украинский журналист Цыпленко пишет в своем Телеграм, что ВСУ двигаются от Орехова до Токмака. Двигаются на флангах от Бахмута. Командувач, Александр Сирский, генерал-поколовник, он прихильник таких проактивных действий. Он прихильник активной обороны, в том числе, даже если мы в обороне, но чтобы мы максимально даем возможность, были активно и за меньшую возможность атаковали. У нас нет великих сил, там, переваги в силах и засобах над ворогом. Тому тут мы используем больше войсковую навчанность, хитрость. Те, что ворог сейчас перегруповывается, ротует свои подраздели, заменяет подраздели заключенного группования Вагнер на десантников и пехоту свою. И так мы этим обезково используемся. На юго-восточном направлении в Донецкой области и заместитель министра обороны Анна Малер пишет, что россияне перебрасывают с Херсонского на Запорожское и Бахмутское направления войска. То есть они точно не знают, куда нужно. А там еще горит под Белгородом и беспилотники долетают до Калужской области. Словом, ну, вроде все плохо. Никто уже не скрывает, что наступление началось. Даже Путину уже осмелились рассказать. Ни на одном из участков боевые действия украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. То есть ни на одном из участков Москву пока не взяли. Но все очень стараются. Итак, результатов нет. Что делать? Российский вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров говорит, что предприятия оборонки выполняют госзаказ почти на 100%. В мае призвали на контрактную службу в армию больше, чем в апреле. А в апреле больше, чем в марте. Но технику нужно еще собрать, людей обучить и обкатать, вероятно, на этой же самой технике. Поэтому тут проблемка. У нас еще этих современных вооружений не хватает. Но оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро. И я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут безусловно решены. Даже одним махом попытались решить свои внутренние проблемы и проблемы с пополнением. Переписать всех якобы добровольцев на контракт в Минобороны. То есть Шойгу из книжечки ЧВК Редута просто переписал в книжечку Минобороны контрактники. Ну, конечно, не сам, я утрирую. Но война с ЧВК Вагнер таки назревает. А тут ядеркой точно нельзя. Ну, очевидно, сейчас происходит такое мягкое, тихое поглощение того, что в СМИ называют ЧВК Вагнер. На самом деле, чтобы было понятно, это, конечно, никакая не частная войная кампания. И даже в пылу своего конфликта с Шойгу Пригожин опубликовал буквально накануне свое заявление, в котором он в первых абзацах сам за своей подписью признается, что Министерство обороны Российской Федерации в группу компании «Конкорд» перечислило более 147 миллиардов рублей, которые пошли на как раз финансирование деятельности ЧВК Вагнер в Украине, в Сирии, в других странах мира. То есть здесь он раскрывает карты, и он показывает, что было такое тайное финансирование со стороны Российской Федерации вот этого секретного подразделения под видом контрактов на поставку продуктов питания для Минобороны. И пока российская тяжелая техника готовится, зэки учатся с нее не падать, украинцы на тяжеленной технике входят в ТАКМАК. А я знаю, что там безная хорошая, ее недавно сделали, ну и Мариуполь недалеко. Самое интересное — это борьба на информационном фронте. На протяжении длительного времени россияне пытались узнать хоть что-то, а если не узнать, так сорвать наступление. Слив документов Пентагона, взрыв дамбы, дипломатические намеки, зерновая сделка, шантаж — все перепробовали, ничего не узнали. Не все, правда, так плохо у них. В самом начале так горячо ожидаемого наступления россияне попытались перехватить инициативу информационную и показать, что все провалилось. Снять один и тот же танк три раза. Для этого понадобились такие трюки, как псевдослучайное подслушивание Шойгу. Только уже два часа боя, первое, уничтожили 30 танков и 10 БМТ. Фантазии Коношенкова. Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили более полутора тысяч украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 леопардов производства ФРГ. И, конечно же, Джигурда. Ты слышишь, что? Безжалостно и жестко вырезаем. Но снять стресс не получилось, хоть и сильно пробовали. В Москве даже на всякий случай вывесили сербские флаги. Мол, не совсем Россия, если что, как посмотреть и так далее. Все не так однозначно. Но информационная кампания в целом в долгий срок у Украины получилась. Мы с вами в этом, кстати, очень здорово помогли. Ведь мы тоже не знали, где придется основной удар наших вооруженных сил. И своими, безусловно, экспертными мыслями вводили россиян в заблуждение. Хотя, по некоторой информации, Путин таки прислушивается к своим военкорам и верит в министра оленьей крови Шойгу. Ну, пусть верит. Никогда не спорьте с психом. Еще подписывайтесь на мой канал. Название вы видите внизу экрана. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok